Каждый год сотрудники ГИБДД в детских садах и школах проводят специальные уроки, на которых рассказывают ребятам о важности взаимодействия пешехода и водителя на дороге, знакомят со сводом правил из терминологии. В этот раз ежегодную акцию «Внимание, дети!» инспекторы открыли в совхозе имени Ленина, в детском саду «Замок детства». Вот именно такое занятие, именно с представителями ГИБДД, да, это впервые. Особо сами мы всегда проводим такого рода занятия. Наши дети, я считаю, будут стараться не нарушать правила дорожного движения. Обучение подрастающего поколения безопасности на дороге – одна из основных задач взрослых. Ведь по статистике дети являются самыми уязвимыми участниками движения. Мы нашим родителям, нашим взрослым напоминаем о том, что дети – это зеркало души. Они за нами повторяют все то, что делаем мы. Поэтому говорим о чем? О том, что взрослые не имеют права нарушать правила дорожного движения, потому что на нас смотрят малыши, и они потом точно так же поступают. Сотрудники ГИБДД рассказали о том, как должны себя вести дети на дороге, какие дорожные знаки нужно знать и что делать, чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Что за лестница вверху? Ты идешь как по мосту. От машин тебя спасет наш надземный переход. Весь урок был в форме игры. Вначале инспекторы задали детям вопросы, проверили их готовность к самостоятельному передвижению на улице, а после разрешили применить задание на практике. Я вам разрешаю движение, и вы идете через дорожку. Блин, 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 блин. Совсем скоро семилетнему Ване, как и остальным ребятам, предстоит отправиться в школу. Сегодняшний урок запомнится ему надолго. На обещании правил дорожного движения мне очень понравилось, когда мы на велосипедах катались, и вы нам показывали, как надо себя вести над дорожным правилом и рассказывали нам. Мне понравилось очень, что мы сегодня проходили, и я хочу, чтобы нам еще приехали. В завершении обучающего урока инспекторы подарили детям светоотражающие элементы, вручили свидетельство о пройденном обучении программы подготовки пешеходов и водителей транспортных средств, а также сделали совместную фотографию. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видно этого.